МОЛДАВИЯ-БРАЗИЛИЯ Сборная Молдавии на Мундиале в числе фаворитов. Команда Япуряну приехала защищать бронзу 2019-го. Первый соперник и сразу экзамен именем, техникой, любовью к футболу. Здесь вы только что включились и вот видите эту вывеску сборная Молдавии против сборной Бразилии. Нет, мы не сошли с ума. Это чемпионат мира. Правда, по соке небольшой футбол. И да, сборная Бразилии против сборной Молдавии. Причем сборная Молдавии еще и фаворит. Молдавия почти справляется. Весь матч доминирует и надежно играет в обороне. Только вопрос со звездочкой заставляет оступиться. За пять минут до конца единственный гол бразильцев. 0-1. Это наша болезнь на этом международном уровне. Видно, что команда зажата. То есть на молдавском уровне мы играем довольно-таки скрепощенно и по делу. Но здесь видно, что мы зажимаемся, боимся ошибиться, боимся лишний раз побежать вперед, потому что могут наказать. По расписанию следующая игра против Кении. Соперник приехать не смог. И на деле оказывается товарищеский матч с Испанией. Мощный спарринг завершился безоговорочной победой 5-0. Но тренер снова недоволен. Его интервью по ходу турнира искренне и от души. Нет, я не очень рад, потому что мы играли очень, ну как бы не сказать, что отвратительно, но мы играли так, безалаберно. И я думаю, что если бы был бы соперник посерьезнее, то он бы сегодня нас наказал. Следующий соперник сильнее. Бельгия? Да, но не одна. Вместе с ней стихия, регламент, судей и невезение. Принципиальный поединок. Тот, кто проигрывает, дальше не выходит. Команда Япуряну не согласна. Забивает два быстрых гола. И тут в футбол вмешиваются природные силы. В экстремальных условиях продолжается эта игра. Мы по-прежнему в прямом эфире на связи из Будапешта. Вокруг меня очень много технических сотрудников Международной Федерации Соки пытаются защитить от дождя. Потому что дождь действительно проливной. Матч рвался. На поле нет никого. Я очень надеюсь, что мой телефон не зальет. И я смогу вам показать это. Матч перенесли. Два. Один забитый гол. Потух и экран. Просто все убегают в сторону, потому что дождь начался неимоверный. Он поменял планы на эту игру. Но я думаю, что в любом случае... Форс-мажор для организаторов первого Приднестровского и Молдавской сборной. Перенос матча и трансляции почти на ночное время. И результат, который аннулировали. Согласно регламенту, матч с Бельгией начали заново. Спустя семь часов. Выбора-то нет. Никто регламент по ходу турнира не поменяет. Просто особо никто не вникал в эти вещи. Вы же сами понимаете, что таких ситуаций... Ну, это просто один на миллион. На поле минус один, в команде минус два. Удаление игрока Александра Аника и наставника Сергея Япуряну. Молдавская сборная в меньшинстве, но с характером. Чуть позже этот матч назовут самым драматичным в мировом турнире. Целый тайм без игрока. Три гола – ворота бельгийцев. Ребята проявили очень большое мужество, характер. И прежде всего на славянском характере мы вытащили свою игру. Путевку в плей-офф сборная Малиги оформила в поединке с грузинами. Важно было не проиграть с крупным счетом. С задачей справились. Ничья 1-1 вывела команду в 1-8 финала. Первый соперник Казахстан – Сокомашина, так ее назовут в Будапеште. В группе казахи забивали больше 10 в каждом матче. В Молдавии наколотили 6 безответных мячей. Команда Япуряну завершила выступление в мировом ТОП-16. Сергей Япуряну сказал о том, что дойти до 1-8, выйти в плей-офф – это была одна из минимальных целей, она достигнута. И уже за это нужно похвалить и поблагодарить ребят. На турнире у сборной Молдавии всего два поражения – Бразилии и Казахстану. Уже официально двум самым сильным сборным мира. В плей-офф мирового ранга так часто бывает. Теперь можно говорить, что проиграли только чемпиону и вице-чемпиону. В целом, давайте говорить о плюсах. В целом, все хорошо. И хорошо, что мы тут. В сборной Молдавии среди зрителей, а на поле два полярных соперника. В категории тяжеловесов – родина карнавала, самбы, пеле и рональда. В категории быстрых и резких – отважные покорители венгерских футбольных степей. Если бразильцы – это акцент на технику, то казахи вообще какие-то сумасшедшие по матчу с Молдавией, по другим матчам. Казалось, что они просто роботы, которые умеют абсолютно все. Но, как это ни странно, именно бразильцы остудили этот голевой пыл. Почти два тайма соперники по финалу не могли забить. А когда самая техничная сборная открыла счет, стало ясно, кто победитель. Кто-то из игроков в порыве эмоций чуть не теряет форму. Уже в добавочное время бразильцы доказывают – они чемпионы. И это не случайность. Подтверждение последних два гола. Мяч героя в Соке дважды побывал в пустых воротах сборной Казахстана. 3-0, гол! Бразилия чемпион мира по Соке! Фантастика абсолютно! Вы видели это в прямом эфире на Первом Приднестровском. Это просто кайф, правда. Вышли барабанщики. Да, Бразилия чемпион мира по Соке 2022. Они радуются неимоверно. Очень много болельщиков в трибунах. Мы недаром, прямо перед началом матча, присели поближе к ним. Мы как будто бы чувствовали, что они будут настоящими чемпионами мира. Вот они, вот они. А где мой любимец Нейва? Не вижу его. А вот он, 10-й номер. Да, он просто лучший. Он лучший. Ну, недаром, да, у них 10-ые номера раздают таким, как пилет. Шампанское, подиум, барабаны и фейерверк в честь победителей. Бразилия, короли Соке. Финал 2022 подарил миру незабываемые эмоции и яркое футбольное шоу. Вышли и барабанят ритм вечера в Кудапеште. Правда, атмосфера настолько классная. Я не могу даже передать. У меня захватывает дух, правда. Кубок победителей и чемпионы. Бразилия заново изобрела футбол. Теперь уже 6 на 6. А 38 сборных создали атмосферу этого красочного турнира. Запомнят в Будапеште и Приднестровский дух. Футболистов в составе сборной Молдавии и съемочную группу 1-го Приднестровского.